Так, ну и, собственно, я хотел сказать про Меркурио. Меркурио — это так называемая система контроля версий. Значит, если вы там уже делали всякие эти программки, ну, лабы или даже какие-то самые проекты участвовали, ну, что-то сложнее, не знаю, 300 строчек возникает, то такая большая проблема, что тебе хочется что-то добавить в код, но ты боишься, что-то сломается. Ты, соответственно, ну что ты, потом, чтобы сейчас что-то работает, нужно хочется какой-то момент сохранить, ну и начать действовать, делать какие-то новые вещи. Но самое такое банальное решение — взять, не знаю, папку, заархивировать ее, положить, типа, это там версия моей лабы, работающая, так и так и так. Вот, потом еще, 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 ну, в принципе, это так примерно работает, но потом в этом разобраться довольно сложно. И, в общем-то, конечно, программисты на этой теме подумали, и, в принципе, нашли, ну, в настоящем время нашли уже несколько довольно удобных решений, как это все организовать. Вот, а еще это веселее, когда вы работаете вместе, когда кто-то внес какие-то изменения в код, еще кто-то внес изменения в код. На разных компьютерах. Да, на разных компьютерах. Потом они все это должны как-то согласовать, друг с другом обменяться. Тоже разно. Вот, и, в общем-то, это предоставляет некоторую сложность. Как вы понимаете, в общем, люди уже об этом подумали и сделали решение. Вот Меркурио, это вот, в частности, про это. Вообще, систем контрольной версии довольно много, у них там длинная история, но сейчас, наверное, такими самыми актуальными можно назвать, собственно, три штуки. Одна из них это SVN, тоже такая популярная, но, в общем-то, она уже по большей степени отмирает. Это как бы такая. А, и вот этот Tartos SVN? Да, ну, то есть, SVN это, соответственно, сама система контрольной версии, а Tartos SVN это, к ней, графический клиент, который управляет ей. Значит, вторая, очень популярная сейчас система контрольной версии, это вот Git. Ну, Git Hub, я думаю, все уже слышали. Ну, вот Git Hub использует Git, и Git сейчас, пожалуй, такая самая популярная. В общем-то, практически каждый программистер должен сейчас ее иметь пользоваться. Но я вам буду рассказывать не про нее, я вам буду рассказывать про новую систему контрольной версии, которая мне очень нравится. В общем-то, она примерно такая же мощная, как и Git, но, на мой взгляд, она гораздо проще в использовании. Ну, и просто мне очень нравится, поэтому я вам ее расскажу. Наверное, с нее проще начать, разобравшись с Меркурилом, Git понять потом проще, если вам захочется. Но я, например, Git просто не люблю, и использую его только по мере необходимости. Соответственно, зовут ее Меркурил. По нее есть статья о Википедии, там, тра-ля-ля-ля-ля, там, да, кратсплатформная распределенная система управленной версии. Вот, вот, собственно, этот самый Меркурил. Фактически Меркурил – это консольная программка. Вот, вы ее там запускаете с консоли, и она там каким-то магическим образом контролирует версии вашей программы. Но, на самом деле, проще всего, наверное, с ней работать все-таки не с консоли, а проще всего работать с ней через графический интерфейс. Ну, вот, как вы там упоминали, тортоис SVN. Вот, собственно, по аналогии есть графический клиент для Меркурил под названием тортоис HG. Тоже, собственно, тортоис HG забиваете, заходите на сайте, тот же вот этот самый Bitbucket. Ну, и тут вам вы можете ее скачать под вашу операционную систему. В принципе, она очень неплохо работает под Linux, очень неплохо работает под Windows. С Mac у меня тут не возникли некоторые проблемы. Ну, не знаю, может быть, они их там уже решили, может быть, нет. Но, в принципе, ставите и устанавливаете. Значит, когда вы ее поставите, у вас установится и тортоис HG, и, собственно, сама эта консольная система контроля версии. Ну, собственно, не знаю, можете параллельно поставить «закачивать», если хотите повторять те действия, которые я буду делать, потому что могут возникнуть какие-нибудь вопросы. Ну, и можете просто послушать, как вам там больше и более интересно. Значит, запускается она... Ну, у меня она запускается откуда-то отсюда. Ну, да-да-да-да. Ну, вот, запустилась. У меня, правда, уже много чего сделано. Соответственно, система контрольной версии оперирует этим понятием, как репозиторий. Репозиторий – это, грубо говоря, папка с вашим кодом, то, у чего вы хотите контролировать эти самые версии. То есть, какая-то папка на жестком диске, у которой будет много-много-много версий. Это репозиторий. Значит, репозиторий можно создать из любой папки, но можем ради развлечения, ну, создадим какой-нибудь проект. Не знаю. Вы какими средами пользуетесь? Ну, QT-шка. Ну, можно QT-шку попробовать. QT-шка, в принципе, тоже это умеет. Ну, точнее говоря, то есть, на самом деле, это совершенно неважно, умеет ли ваша среда эта система контрольной версии. QT-шка ее умеет. Можно пользоваться Меркуриевым и без поддержки со стороны среды разработки, но с поддержкой несколько веселее. Ну, создадим какой-нибудь проект. Ну, что, консервное положение пьют. Вот мы его создали. Ну, пускай будет андрейт лет шесть. Не важно. Вот мы его создали. Ну, кстати, вот, в принципе, если вы поставили Меркуриев, то QT-шка может с ним уже начать дружить изначально. Но мы пока не будем этого делать. Просто создадим, как мы обычно создаем, проект. Вот, создался проект. Ну, вот, создался проект. Ну, уже какой-то код есть. Прекрасно. То есть, в нашем проекте есть, по крайней мере, myncpp, какие-то еще важные файлы. Профайл. Ну, собственно, наверное, других важных файлов у нас в проекте. Теперь мы хотим сделать так, чтобы мы могли контролировать версию. То есть, следить за изменениями нашего исходного кода по мере его написания. Значит, собственно, теперь мы сообщим Меркуриеву об этом в нашем классном проекте. Путем нажать в тек-мобке «Эта репозитория». Ну, не знаю, по-моему, там есть и переведенный. Не знаю, какие вы там больше вы почитаете. Ну, можем через меню вот «New Repository». Находите эту вашу тапочку. Да, нет. 6, что ли? Ну, и нажимаете «Create». Да, значит, можете пока не нажимать «Create», если вы вдруг это делаете, а обратить внимание вот на эту славную штуку. Значит, как я уже говорил, сама по себе Меркуриеву – это консольная программа. Вот, с именем «HG». Тортоис «HG» – это просто не графическая оболочка, которая эти консольные команды запускает. И чем она довольно приятна? Тем, что она пишет, какие именно консольные команды она запускает. То есть, сейчас наш тортоис «HG» говорит, что он выполнит вот такую команду. «HG» и «NIT» – это путь к нашей папке. Это означает, что он эту папку начнет контролировать по помощи Меркуриева. Ну, в принципе, можем будем набрать это с консоли, и получился вот тот же самый эффект, что мы сейчас нажимаем «Ок». Теперь мы получили собственно, эту нашу папку в виде вот этого самого подконтроля Меркуриева. Сейчас пока никакие файлы у нас не контролируют с системой контроля версии, ничего не происходит. Все как бы само по себе, но мы можем сделать, чтобы они начали контролироваться. Мы можем создать самую первую версию нашей программы. В принципе, все то, что мы здесь написали, я думаю, вполне зайдет за первую версию. Значит, мы выбираем те файлы, которые мы будем держать в вашем репозитории. Вот, например, вот этот. Нажимаем, собственно, «Add». Он вот станет зелененьким с буковкой «А». «Pro-файл» имеет смысл добавить. Потому что, как вы знаете, «Pro-файл» содержит все ваши настройки вашего проекта и, в общем-то, хорошо. То есть, в нем тоже будут происходить всякие изменения, и если вы там захотите что-то откатить обратно, то хорошо иметь старую версию этого «Pro-файла». Значит, «File Pro-User» в принципе в системе контроля версии лучше не хранить, потому что в нем хранятся всякие специфичные настройки вашей среды. И, например, если вы перенесете ваш проект на другой компьютер, он будет вам только мешать. Вот. Ну, «Hg.ignore» — это такой тоже там специфичный файл. Можете добавить, можете не добавить. В общем-то, не важно. Пока, по крайней мере. Вот. Значит, ну, дальше мы можем написать какое-то сообщение о том, чем, собственно, знаменательна эта ваша версия. Ну, если это старт-раграмент, типа «Start of my project» или что-нибудь такое. Да, «Start of project». Значит, теперь эти файлы надо пометить галочкой, чтобы вы их добавляете, нажимаете кнопку «Commit». Нажали кнопку «Commit» и тогда у вас создается первый версия вашей программы. Но поначалу, чтобы сделать «Commit», Меркурия должен знать хотя бы от чего им делать «Commit», и он говорит «Ведите свое имя». Ну, я возьму свое имя Никол. Тут еще, в принципе, хорошо писать адрес вашей какой-нибудь почты. Там, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Но можно написать просто имя. Окей. Собственно, вы сделали первую версию вашего «Commit». Ну, сделали первую версию вашей программы. Она уже сохранилась, и в любой момент к этой версии можно будет вернуться. Значит, версии называются ревизиями по-хорошему в терминологии системы контроля версии. Но поскольку они создаются кнопочкой «Commit», в тех же жаргоне вызывают «Commit». Ну, потому что слогов меньше, произносить проще, поэтому как-то так. Вот. Значит, теперь у нас версия есть, и теперь мы можем ввести, в общем, смело вносить изменения в наш код, не боясь, что у нас что-то сломается. Ну, допустим, мы захотели тут добавить какие-то строчки кода. Ну, например, создать новый там пункт «Класс», «Класс А». Ну, просто «Класс А» создать. Ну, разумеется, на самом деле любое изменение имеет какой-то смысл. Ну, вот это как бы. Кстати, не знаю, вот эта зеленая линия, не исключено, что Qt Creator в курсе Маркурила, и поэтому он в эти новые изменения включает зеленые линии. Но, в общем, как-то так, он как-то пытается с ним общаться, и, возможно, эти данные он из него получает и его использует. Но, на самом деле, просто пишем код, как мы пишем. Мы что здесь написали? Ну, соответственно, это наш новый файл. Пишем программу, как будто мы системы контрольной версии ничего не знаем. Захотели добавить файл, можно добавить еще какие-то файлы. Ну, не знаю, что можно добавить. Ну, класс может кто-нибудь добавить. Это выглядит. Класс. Опять же, да, вот, в принципе, вы можете их сразу добавить здесь. Вот, если у вас система контрольной версии есть. Но, можете пока этого не делать. Значит, вот вы добавили какие-то классы. А что будет, если сразу добавлять контрольную версию? Ну, на самом деле, сейчас вот, сейчас они создались, да, вы их там как-то пишете-пишете и дальше хотите их добавить. Значит, если вы обновляете, сейчас вот он здесь у меня с знаком вопроса. То есть, моя система контрольной версии ничего не знает про эти файлы. Она говорит, ну, есть какие-то файлы, ей не значит, что не делать. Значит, чтобы их добавить, нужно будет их, соответственно, выделить и нажать кнопочку Add. Вот. Если бы мы там выбрали галочку добавить, то вот эту штуку Qt Creator сделал бы за нас. Он за нас бы их сюда бы добавил. Все. Все на все. А, хорошо. Вот. Значит, ну, теперь у нас есть эти файлы. Значит, вот Add мы вручную добавили и вот, собственно, он вам об этом сообщает. А другие файлы изменились. Он сам в курсе, что они изменились. Их не надо помечать как изменившиеся заранее. Вот. Вот он тут может нам вкратце показывать. Здесь вот добавились такие-таки-то строчки в этом файле. В этом файле добавились такие-то строчки. В принципе, тут есть еще вот такая вот система просмотра. типа добавившиеся строчки выделяются зелененьким. Ну, в общем, довольно приятно. Ну, вот добавили, добавили. Опять же, выделяем все эти файлы эти галочками. Ну, и пишем новое сообщение о том, что мы сделали. Ну, чего. Что-то my-классы. Типа, добавили класс. и получили вторую версию нашей программы. Получили вторую версию нашей программы. Вот. В принципе, теперь, если мы там по каким-то причинам решили вернуться к старой версии, мне все-таки интересно. да, походим, делал все-таки действительно на пт-креэтор следит за этими изменениями. вот сейчас мы добавили эти новые строчки, вот он сейчас полкометил зелеными. А эти строчки можно не отмечать зелеными, потому что мы их уже сохранили в истории. Вот. Значит, вот теперь мы находимся в этой новой версии. В принципе, если мы решили, что эта версия нам чем-то не нравится, что мы здесь добавили какие-то лишние изменения, мы можем вернуться к старой версии. выбрать эту версию и нажать Update. Ну вот, соответственно, можем нажать Update и, соответственно, обновиться на другой версии. Опять же, да, если у вас будут какие-то изменения, которые вы еще с тех пор сделали, он вас тут будет спрашивать, что с ними делать. Ну, можно их там вытянуть, но у нас никаких изменений нет, поэтому просто делаем Update. А, нет, какие-то изменения у нас есть. Вот он нас, собственно, спрашивает. А, да, мы же там что-то писали. Типа, что делать с теми изменениями? Ну, в простейшем случае их можно отбросить. Ну, вот мы вернулись к нашей той версии. Да, был удален. Да, для всех. Вот, собственно, маркурил это все увидел, ну, в смысле, наш картер все это увидел и вот как бы вернулся к старой версии. Вот. В принципе, можем здесь сделать какую-то то есть какие-то другие изменения на этой нашей версии. Да, ну, не знаю, чем это может сделать. Создать перемену какую-нибудь. Ну, еще какую-нибудь перемену. Ну, создать две перемены. Ну, соответственно, будет какое-то альтернативное направление нашей истории. добавить перемену. добавить перемену. Ну, естественно, теперь в нашей истории есть две ветки. Но иногда возникают, иногда эти две ветки, иногда на эту ветку можно просто забить, решить, что она вам не нужна. Ну, в этих случаях правда хорошо будет делать такую штуку, как закрывать ветку. Если нам ветка не нужна, то здесь можно сделать такую специальную штуку, как closebranch, это такой специальный коммит, который говорит, что эта ветка типа признана неактуальной и все дела. Она все равно в истории сохранится, но, скажем так, она будет помечена как бесперспективная. Но, в принципе, если вдруг когда-то она понадобится, вы все равно сможете к ней откатиться. но чаще бывает, что вы тут что-то попробовали, тут что-то попробовали, потом решили все это объединить. Соответственно, происходит такое явление, как слияние веток. Называется мерч. Соответственно, вы приходите в одну ветку и делаете слияние с другой веткой. Значит, вот он успешно эти самые штуки смершил. То есть, он добавит файлы, которые не достают пакетку, а саму начинку файла он тоже как-то сольет. Да, 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 ну сейчас увидим, собственно, сделали мерч. Ну, да, для всех. Вот, собственно, он взял эти изменения из того файла и эти изменения из этой ветки. Соответственно, наши классы эти файлы он тоже добавил. иногда бывает так, что некоторые изменения сложно объединить. Ну, например, если в одном файле кто-то на одной строчке добавил переменную А, а в другой ветке кто-то добавил в этой строчке переменную Б. И потом, конечно, чтобы объединить такие исходники, ну, могут быть некоторые сложности. Но, в принципе, он тоже помогает разрешить. если программисты редактировали один и тот же файл, но в разных местах, как правило, Меркуриел без проблем такие изменения разрешает и проблем больше не возникает. Но, значит, как бы это просто вот такие ветки. Понятное дело, что вы сделали еще что-то, написали еще какие-то изменения, схранили коммит, 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 и от него возглас может быть довольно длинная история изменений. В целом, практика такая, что как только вы решили какую-то локальную задачу, хорошо бы сохранить эту версию. То есть, не ждать, пока у вас накопится много-много-много изменений, а делать маленькими изменениями, поскольку тогда проще понять, что вы делали, когда делали, какие изменения, что сломали, если вдруг что сломалось. Ну, соответственно, так проще работать. Соответственно, когда вы здесь пишите сообщение для этого коммита, комментарии к ревизии, тоже хорошо бы подробно писать, что вы там сделали. Ну, тоже как бы прям писать совсем-совсем тут просто не смысла нет, потому что никто их читать не будет, но, по крайней мере, не писать там просто, типа, новая версия, новая версия, что да, такие-такие-то изменения были сделаны. Вам же самим потом будет проще искать. как-то так это работает. Но это пока мы находились сейчас только у себя на локальном компьютере, пока мы в одиночку работали со всеми этими ветками. Но, как вы уже поняли из вышеписанного разговора, все это принимает особую актуальность как тогда, когда мы начинаем работать с кем-то совместно. Разумеется, имеет смысл создавать систему, и когда вы в одиночку работаете, потому что все равно иногда хочется откатиться к старым версиям, попробовать что-нибудь по поводу другое. Но, если вы работаете вместе с кем-то, то без этого вообще практически никак. Без этого разработка превращается в полную боль. Значит, для того, чтобы работать с кем-то, нужно использовать такую штуку, как синхронизация репозиторий. Она вот в тортой скайве она реализована вот на этой вкладочке синхронизации. Здесь можно синхронизировать репозитории с другими репозиториями, уходящимися на других компьютерах. Тут история такая. Вообще говоря, значит, эта система контроля версий называется децентрализованной. Это означает, что все репозитории между собой равны. Они просто где-то находятся, и каждый, кто может получить к этому самому доступ, может загрузить из него данные, отправить в него, получить свою копию, и эта копия тоже в практике получается так, что нам нужен какой-то сервер, который будет иметь доступ все и через который все будут общаться. В принципе, этот сервер вы можете поднять у себя тут. Даже, по-моему, эта штука умеет поднимать. Веб-сервер. Да, веб-сервер. Собственно, он у вас уже, наверное, даже запущен. Если нажать в строку веб-сервер, то вот на local хосте у вас все эти версии здесь доступны. Это просто страничка веб-сервер, который работает на вашем компе, и вы можете тут всю историю изменять. Значит, если кто-то имеет доступ к вашему компьютеру, он может набрать в консоли, ну, или даже просто из этого, из того же тортой с хг, сделать себе копию этой репозитории. клон репозитория, то есть создайте копию вот этого самого репозитория, который, например, находится где-то на общедоступном уровне. В данном случае это был localhost. Ну, и, например, как его это назовем, да, это 6 клон. ну, это даже сработает. Вот. Соответственно, кто-то, возможно, на другом компьютере, смог получить копию вашего репозитория. Значит, если, то есть, вот оно у меня тут есть, соответственно, если вы здесь опять что-то вернетесь в свою систему, что-то здесь измените, не знаю, берите искруную переменную и добавите, то этот кто-то сможет эти данные загрузить. В принципе, у него на кладочке Synchronized будет указано, что он на своей репозитории создал вот из этого. То есть, он с localhost с вот этим адресом он может синхронизироваться. Вот, и если он выберет эту команду pool, то есть, загрузить с этого localhost изменения, то вот он тоже получит вот эту самую вашу копию. Аналогично он может сделать какие-то изменения у себя, но мне там лень открывать проект, я думаю, что и так понятно. Соответственно, если он сделался изменения, он может назвать вот эту кнопку push, и эти изменения окажутся у вас в вашей папке. Но в данном случае получилось так, что мы работаем через вот этот самый веб-сервер. Понятно, что сейчас происходило? Да. В принципе, если у вас есть общий доступный веб-сервер, с которым можете работать, это ваш вариант. но во-первых, не у всех есть вообще доступный веб-сервер, во-вторых, ну, честно говоря, просто так всем показывают все свои исходники, вот просто так по какому-то углу, ну, не знаю, по-моему, не очень приятное дело. Хотя, в общем-то, так вот тут можно смотреть эти исходники, смотреть граф, в общем-то довольно приятный интерфейс. Можем смотреть, что там происходило в конкретной ревизии, может быть, даже как-то можно скачать все, а может нельзя. Вот. Но радость в том, что существуют такие публичные сайты в интернет, которые являются так называемыми хостингами для вот такого рода проектов, которые используют Merkurio или Git. Но самый попсовый для них это GitHub так называемый, но GitHub поддерживает только Git, и Merkurio не поддерживает, поэтому мы будем использовать другой сайт названием BitBuddy. Собственно, этот сайт является сайтом для размещения ваших проектов, он предоставляет вам такой же аналогичный тому, как localhust пропозиторий Merkurio у себя, и вы можете через этот сайт соответственно синхронизироваться с другими своими товарищами. Значит, ну, если вы зарегистрируетесь, у вас будет кнопочка Create, и вы можете создать репозиторий. репозиторий. Значит, здесь вы придумаете какое-нибудь имя для своего репозитория, в принципе, другое имя для него придумать, это не важно. Писать какое-нибудь его название, описание, выбрать тип репозитория, собственно, можно Git или Merkurio. Ну, можно написать на каком языке вы пишете, но это как бы опционально, и нажать кнопочку Create репозиторий. Вот, значит, собственно, у вас создался репозиторий, и тут начинается интересная штука. Значит, пока в этом репозиториях, вы понимаете, никаких исходников нет. Если вы еще не начали писать свой проект, то вы можете, собственно, где-то у себя в папке создать какую-то папку, и скопировать текущий репозиторий, который был создан по этому адресу, к себе, вот такой вот у него адрес. Ну, соответственно, имя, там ваше имя, bodytork, и вот ваше имя, соответственно, имя вашего репозитория, это адрес вашего репозитория. Если вы уже создали свой проект, как мы, например, в данном случае, то ваш путь это взять вот этот URL отсюда и использовать команду push, которую мы, собственно, сделали. Вот, собственно, использовать этот URL и использовать тот самый push. Значит, для этого, где там у нас было, для этого мы можем вернуться к нашей самой торту SKG, сервер наш остановить, черт с ним, перейти на вкладку вот этой синхронизации, добавить сюда этот low, дефолт. Ну, в принципе, по-моему, можно его даже не сохранять, просто написать здесь этот URL и нажать push. Вот, но лучше его сохранить под именем default, ну, чтобы каждый раз этот путь не указывать. Собственно, это будет ваш default. default означает, что по умолчанию вы будете всегда пушить все в репозитории. На самом деле репозиторий может быть много, но, как правило, он всего один. Вот, вы его здесь сохранили, теперь, когда открываете свой проект, можете на него перейти и, соответственно, сделать эту самую команду push. Он вас просит, да, вы хотите сделать push? Да, я хочу сделать push. Нажимаете yes. Значит, ну, соответственно, там регистрация вы указывали один пароль и вот он вас тут спросит, потому что, разумеется, никто попал и может писать в эту репозиторию. User пароль пароль. Ну, вот, да, push был успешно выполнен. Теперь, собственно, если мы посмотрим в этом репозитории, то вот мы увидим наши исходники в этом репозитории, вот мы увидим историю наших изменений, тоже мы тут можем собственно кликнуть на все эти ревизии, смотреть кто, что, когда сделал, можно даже обсуждать, можно скачать все это, можно сделать клоу, репозиторию, но, по крайней мере, теперь, как только заходить, чтобы кто-то имел тоже доступ к этому самому репозиторию, но вы в настройках его здесь добавите, на Access Management, добавите здесь имена своих друзей, ну и они потом собственно смогут используя вот эту самую ссылку, тоже отправлять в ваш этот самый репозиторий какие-то изменения, ну и соответственно забирать те изменения, которые отправите вы, таким образом у вас будет происходить такой успешный прекрасный коллаборейшн. Ну, разумеется, там есть много всяких интересных нюансов, когда там кто-то чего-то там изменил в одном файле, что-то сломал, что-то сделал не то, или вообще там взял удалил ваш исходный код, но в целом все это не страшно, потому что вы всегда можете откатиться до нужной версии, то есть все, что было сохранено, изменение уже не подлежит, то есть изменить вот эти какие-то старые версии никто никак не сможет. Что-то еще интересно есть у этого сайта есть еще такая забавная штука, как Ишью Трекер, ну вот, можете создать этот сам Ишью Трекер, сделать Ишью Трекер, соответственно, у вас появится, что раз появится, да, у вас появится эта вкладочка Ишьюс, и тут можно будет типа писать разного рода задания, ну вот, например, не знаю, какие у меня есть интересные проектики, ну вот, то, что вот я сейчас вот тут в Финляндии снимаюсь, у нас есть еще Трекер, ну и вот у нас тут есть куча всяких задач, которые должен кто-то решать, ну, в принципе, когда вы ведете совместную работу, какой-то там коллаборейшн, это довольно удобно прикольным здесь писать там что-то там делать, оставлять какие-то комментарии, что-то обсуждать, в общем-то интересно, вот такая штука, вот такая штука битбакет, вот, ну что, понятная идея? Да, удобная штука, нет, это действительно очень удобная штука, в целом, на самом деле, как только я начал ей пользоваться, я там через неделю уже вообще не понимал, как я жил до этого, причем, почему-то именно Меркурил, потому что на самом деле первая вот SVN, то есть у нас на работе мы писали код и общались через него, но у SVN все гораздо более печально, во-первых, у него нет локальной истории на компьютере, сколько здесь мы сейчас писали код, сохраняли, 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 а потом когда-то в какой-то момент нажимали вот эту кнопку push, и тогда только эти изменения отправлялись на сервер, в SVN, соответственно, каждое изменение сразу отправляется на сервер, и не всегда это удобно, и не всегда это радостно. Потом я что-то пытался пользоваться гитом, но гит мне показалось очень сложным, то есть писать, то есть, ну, скажем так, я им пользовался, но вот прям такого вот ощущения прям, ах, что все, что я делаю сразу вот и работает, у меня не возникло. А потом я пробовал Меркурил и с ним теперь тоже живу постоянно. На самом деле у него еще очень много всех этих интересных вещей, можно какие-то изменения отправлять в патче, можно делать какие-то отдельные ветки, да, вот, например, если у вас там пишет какую-то там отдельную ветку развития вашего проекта, там, не знаю, Android порт, решили портировать свою программу на Android, может создать ветку Android. и тут посоздать какие-то классы related to Android. Там создали какой-то класс, можно сразу добавить систему контрольной версии, который, ну, видимо, не очень с ним хорошо подразился, не смог он патистически добавить, но можно добавить очень новое. Значит, создаем эти файлики, ну, и вот теперь поговорим. Не знаю, там, порт Android стерл commit, спросил вы хотите создать новую ветку, да, мы хотим создать новую ветку, но создаем новую ветку, теперь у нас, кроме нашей основной ветки, у нас будет еще зелененькая ветка Android. Также, если мы все это теперь отправим на сервер, не вот, она спросит, вы на сервере хотите создать новую ветку? Мы говорим, да, хотим. Вот зараза. да, но все равно на сервере создал новую ветку. Теперь если мы вернемся к этому самому нашему, как его это называли, кверти, то у нас теперь будет две ветки, тоже понравится Android и прочие интересные штуки. Иногда вот, да, такое бывает, что ветки, то есть вы можете ввести эту ветку, можете, соответственно, потом возвращаться в основную ветку, делать здесь какие-то изменения, которые касаются всех, всех версий вашей программы. Например, добавить здесь еще одно поль. Тут тоже какие-то изменения сделали, а потом импортируют эти изменения на Android тоже. Вот, в частности, здесь понадобится этот самый мерч. Мерджу с local. Теперь эти же изменения есть у нашей ветки Android. Ну, так далее, так далее. В общем-то, довольно интересно, довольно удобно. Какие-нибудь фичи можете пытаться так сделать, я решил добавить такую фичу, как решил добавить такую фичу. Ну, можно создать какие-то эти самые ветки, а потом, когда теперь фичи стали довольно стабильными и работать, потом взять их и объединить. Тоже как вариант. Иногда для этого используются минованные ветки, типа ветка имени пользователя такого, то есть ветка имени пользователя другого. Да, значит, чтобы не писать каждый раз один пароль, можно iPhone 10 сохранить. Ну, собственно, не знаю, еще что-нибудь сказать? Да, наверное, все. Ну, в общем, рекомендую поставить, попробовать, если будут какие-то вопросы, их задать, потому что в целом все довольно просто, прикольно, удобно, упрощает коллаборейшин и вообще жизнь. Улучшает код, потому что вы, скажем так, смело можете что-то там изменить, а то иногда есть какой-то работающий код, и думаешь, вот, да, я хочу его изменить, но я его сейчас изменю и все сломается. Лучше я не буду его трогать, пусть будет такое. А тут вы можете его изменить, ну, все сломалось, взяли, вернулись на той версии. В принципе, все изменения здесь записаны, можно не все файлы возвращать, а там только там одну какую-то версию, то есть вот этот файл, типа Revert to Revision, взять и этот файл откатить вот до этой ревизии, если вы считаете, что она лучше. Но не обязательно там ломать все. Поэтому любые куски кода можно успешно контролировать. Или иногда программисты, когда они хотят что-то изменить код, они берут и старый код просто комментируют и так там, не знаю, сотни строчек закомментированного кода. А теперь вы можете этот код просто удалять, потому что если вам понадобится, он есть в истории изменений. Всегда можете его взять и посмотреть. Можно сравнивать ревизии, если там что-то изменилось. Правда, не уверен, что он сейчас тут сработает, потому что у меня никакого инструмента для сравнения нет. если он у вас есть, то можно посмотреть на сравнение ревизии. Просто есть еще специальные программы, которые красиво показывают эти изменения, но их надо отдельно настраивать, отдельно ставить. В виндовой версии, по-моему, есть программа под названием KDiv или K3Div, но она мне не нравится. в общем, разберетесь, если будет что-то интересно. Ну, вот, как-то так. Рекомендую начать пользоваться, если что, спрашивать. Ну, хорошо, спасибо. Ну, вообще, на самом деле, я очень часто рассказываю эту тему где-то на третьем семестре, ну, потому что, в общем-то, как раз уже возникают какие-то желания писать что-то свое, ну, и программа становится как-то более сложной и состоит не из одной небольшой программы из нескольких. Еще и от ВТПИ, когда вы там делаете совместный проект, ну, как там кидать друг другу исходники? А, взяли, создали проект на битбатите, ну, наши исходники. пошел, увидел, вот мэйн, пожалуйста, сколько угодно. Кто-то там поменял заголовочник, закоммитил, все видят, а, вот такой-то дядя поменял заголовочный файл, я там должен сделать то-то, то-то, то-то. Если что-то перестало работать, создаешь, то ты ишь его. Говоришь, перестало работать то-то, то-то, говоришь, вот юзер такой-то, иди разберись, почему перестало работать. Ну, вообще, отлично, я считаю. Так что вот, ну ладно. В общем, разбирайтесь, пишите, если что. Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Давай. Да, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok